Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом видео, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас любым удобным способом. Мы постоянно наблюдаем за нашим миром и пытаемся его понять. И когда мы сталкиваемся с чем-то странным, мы придумываем какую-нибудь легенду или историю, которая все объясняет. И что самое удивительное у нас хорошо получается. Почему так много кораблей и самолетов пропадают внутри воображаемого треугольника, недалеко от Бермудских островов? Наверное, это происки пришельцев. Таких популярных объяснений было достаточно на протяжении долгих лет. Но общество не стоит на месте. Развивается и наука, которая продолжает предоставлять фактические данные по темам, которые так для нас важны. Проблема в том, что мы не всегда к ней прислушиваемся. Многие из нас до сих пор верят мифам, а не фактам. Конечно, мистика куда интереснее, но один лишь интерес не делает ее достоверной. В этом материале мы собрали для вас тайны мира, которые наконец раскрыты наукой. 1. Исчезновение Майя. Почему исчезли Майя – это один из самых ярких социальных коллапсов в истории человечества. Казалось, что Майя оставили свои земли и исчезли в джунглях Центральной Америки. На протяжении веков люди ломали голову над этим явлением, перебирая всевозможные варианты. От внутреннего крестьянского восстания до завоевания племени незнакомцами и Холокоста силами НЛО. Лишь в 2005 году ученые выдвинули обоснованную и логичную теорию, которая объяснила произошедшее, она подтвердилась в 2012 году. Согласно ней, цивилизация Майя рухнула из-за самопроизвольной экологической катастрофы. Дело в том, что они вырубили слишком много деревьев, что уменьшило способность Земли поглощать солнечную радиацию. В результате осадки стали все реже, и это вызвало сильную засуху. Майя покинули свою землю не из-за пришельцев или мифического восстания, они ушли в поисках пищи. 2. Загадка ползающих камней в Долине Смерти. На самом деле камни Долины Смерти не двигаются, сами по себе они плавают на кусках льда. Ристрекплая – это высохшее озеро посреди пустыни, в Северной Америке. А еще это дом для таинственных ползущих камней, которые сбивали с толку туристов с начала 1900-х годов. Для неподготовленного наблюдателя кажется, что эти камни двигаются по поверхности дна озера сами по себе, оставляя следы длиной до 500 метров, без каких-либо признаков вмешательства человека или животных. Естественно, было предложено множество теорий, причинами называли и сильные ветры, и силу притяжения магнитного поля Земли, и умного шутника, и, конечно, инопланетян. Но благодаря преданной делу команде ученых, теперь мы знаем, почему двигаются эти камни. В 2011 году исследователи из Института океанографии Скрипса прикрепили устройство GPS к 15 камням и отправились наблюдать за их передвижениями. Два года спустя они прибыли на место и сами стали свидетелями этого явления. А дело вот в чем, когда в долине смерти случаются редкие зимние ливни, вода скапливается на плоском дне озера и замерзает ночью, образуя большие ледяные щиты вокруг камней. Утром лед тает и раскалывается на пласты. Все, что нужно, чтобы переместить лед по поверхности дна, легкий порыв ветра, ледяные щиты толкают камни по дну озера, а затем тают, не оставляя на поверхности ничего, кроме следов от камней. Ученые назвали это явление толканием льда. Один из них в шутку описал исследование, как самый скучный эксперимент в жизни. Глыбы движутся только в том случае, когда условия идеальны. Для их движения нужно не слишком много, но и не слишком мало, воды, достаточно сильный ветер и солнце. Возможно, туристы уже не раз видели это явление, но просто не понимали его. Действительно трудно заметить, что глыба движется, если глыбы вокруг нее тоже перемещаются, сказал исследователь Джим Норрис. 3. Нержавеющая железная колонна в Дели. И инопланетяне тут ни при чем. Железная колонна высотой 7 метров, которая входит в состав, древнего архитектурного ансамбля Куд Минара в Дели, предположительно была построена, примерно в 450 году нашей эры. И она поражает как местных жителей, так и ученых со всего мира, своей кажущейся устойчивостью к ржавчине. Было выдвинуто множество теорий о необычном артефакте, одна из которых объясняла, что колонна была построена инопланетянами, ведь в то время местные жители не могли создать такой устойчивый к стихиям объект. Однако недавний научный анализ расставил все точки над И. Он доказал, что такой подвиг был не только под силу древним людям, но и разъяснил, почему столб не ржавеет. Дело в том, что колонна покрыта тонким слоем гидрата гидрофосфата железа, также называемым мезовитом, который не пропускает элементы. Вероятнее всего, пленка образовалась из-за примесей в железе и примитивных печах, которые использовали металлурги. 4. Судьба Анастасии Романовой. Анастасия Романова никуда не пропадала и не меняла личность. Ее останки были обнаружены в 1979 году и, наконец, исследованы после распада Советского Союза в 1991. Расстрел царской семьи, последнего российского императора Николая II и его семьи, был осуществлен в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Отсутствие вещественных доказательств их гибели привело к распространению самых разных слухов. Придавая больше правдоподобия этим теориям, в последующие годы множество людей утверждали, что являются давно утраченными наследниками состояния Романовых, а одна женщина утверждала, что она сама Анастасия. В 1920 году польская немка по имени Франциска Шансковска заявила немецкой прессе, что она была злополучной принцессой и в течение многих лет боролась за то, чтобы ее юридически признали таковой. В конце концов Шансковска переехала в Соединенные Штаты и стала известна как Анна Андерсон. Она настаивала на том, что она Анастасия, вплоть до своей кончины, в 1984 году. Но благодаря ДНК-экспертизе эта теория, наконец смогла быть научно проверена. Останки Романовых были вновь обнаружены в 1979 году и они были окончательно исследованы после трагического распада Советского Союза в 1991 году. Анализы показали, что пять тел принадлежали Николаю II, его жене Александре и трем их дочерям, Анастасии, Ольге и Татьяне. Для убедительности ученые, в 1994 году также протестировали ДНК Анны Андерсон и доказали, что она определенно не была Романовой. 5. Тайна бассейна реки Аусила во Флориде. Бассейн реки Аусила, что находится к югу от Талахаси во Флориде, известен археологам уже много лет. Вода в нем настолько темная, что в нее не хочет погружаться ни один дайвер. Однако Джесси Холлиган, профессору из Университета штата Флорида, все же удалось провести небольшое исследование. В ходе него водолазные экспедиции обнаружили в реке клыки мастодонта с длинными бороздками, оставленными человеческими орудиями. Это открытие позволяет предположить, что люди заселили территорию Флориды намного раньше, чем это предполагалось, где-то 14500 лет назад. 6. Загадка смерти самцов-мамонтов. Ученые были сбиты с толку относительно того, почему внушительные 70% окаменелости мамонтов принадлежали самцам. Но в 2017 году Шведский музей естественной истории обнаружил, что это связано с плохими условиями проживания именно самцов-мамонтов. Когда самцы-мамонтов достигали совершеннолетия, их выгоняли из стада, которое обычно возглавляли самки. Они либо вели отшельнический образ жизни, либо примыкали к холостяцким стадам. Таким образом, изгнанные самцы подвергались большим рискам, что увеличивало шансы на сохранение их окаменелостей, например, когда они попадали в воронки или болота. 7. Разбившийся в 1947 году НЛО около Розуэлла. На самом деле НЛО, потерпевший крушение около Розуэлла в 1947 году, вовсе не был инопланетным объектом. Это был высотный аэростат, предназначенный для наблюдения за советскими атомными испытаниями. Однако из-за высокой секретности во время Холодной войны, правительство оставило объяснение настолько расплывчатым, что это позволило теоретикам заговора десятилетиями распространять свою, так называемую правду. 8. Частое исчезновение судов в Бермудском треугольнике. На протяжении десятилетий моряки, пилоты и путешественники опасались Бермудского треугольника. Этот район находится в Атлантическом океане, и в нем загадочным образом исчезли где-то 50 кораблей и 20 самолетов. Истории об исчезновениях в районе Бермудского треугольника уходят в прошлое, но само название было придумано в 1964 году писателем-фантастом Винсентом Гадисом, который написал о нем статью для журнала Аргоси. За прошедшие годы многие теории пытались объяснить эти таинственные исчезновения. Среди причин было и магнитное поле Земли, которое мешало работе навигационных инструментов, и огромные пузыри метана, лопающиеся на поверхности океана, и криптиды вроде морских чудовищ или пришельцев, и даже что-то связанное с затерянным городом Атлантиды. И дело не в том, что нужно было опровергнуть эти объяснения, а в том, что истинный недостаток теории Бермудского треугольника предположение о том, что там происходит необычно большое количество аварий с участием кораблей и самолетов. Пилот и исследователь Ларри Куши провел годы, исследуя исчезновения, и обнаружил, что многие из зарегистрированных случаев на самом деле произошли не в пределах Бермудского треугольника. А что касается кораблекрушения и инцидентов с самолетами, Куши и другие исследователи из Национального управления океанографии и атмосферы отметили, что морские катастрофы происходят в пределах треугольника примерно с той же частотой, что и в других местах на планете с аналогичным уровнем морского и авиационного движения. 9. Таинственные круги на полях. На самом деле круги на полях – это не свидетельство визитов инопланетян. Объяснение гораздо более приземленное. Первые упоминания о кругах на полях появились уже в 16 веке, но объектом всеобщего интереса они стали лишь в 1978 году, когда один из кругов появился на поле недалеко от Уарминстера, в английском графстве Уилтшире. Именно тогда на юге Англии и во мире появились сотни таких кругов. Как и следовало ожидать, причиной номер один стали инопланетные существа. Люди верили, что круги на полях являются гнездами летающих тарелок или следами от их приземления. А теперь к более реальным теориям извините, фанаты пришельцев. На самом деле круги – это просто обман. В 1991 году Дук Бауэр и Дэйв Чорли выступили с признанием, что это они создали круги на полях Уилтшира. Якобы на этот поступок их вдохновило письмо, опубликованное в выпуске New Scientist за 1963 год, посвященное гнездам летающих тарелок. Приятели решили немного повеселиться и посмотреть, смогут ли они сделать такое самостоятельно. Они даже показали BBC, как именно они рисовали круги. Для этого они использовали хитрые приспособления ножницы для стеблей, или простую доску с привязанными веревками на каждом конце. Один из них стоял, держась за один конец веревки, в то время как другой до упора натягивал противоположный конец и ходил по кругу, позволяя доске мягко давить на стебли растений. Бауэр и Чорли признались, что таким образом, они нарисовали сотни кругов на полях по всей Англии, работая под покровом ночи. Несмотря на их заявления, некоторые люди все еще верят, что круги на полях место посадки НЛО. 10. Загадка Туринской плащаницы. Для миллионов христиан Туринская плащаница является одной из самых почитаемых религиозных икон в мире. Она представляет собой кусок льняной ткани, размером 4,37 на 1,11 метра, в который якобы завернули тело Иисуса перед погребением. Примечательно, что на плащанице присутствует изображение, как будто в виде негатива взрослого мужчины в полный рост, предположительно самого Иисуса. Кто-то даже выдвинул гипотезу, что это изображение на самом деле, невероятно детализированное пятно крови, оставленное телом Иисуса. С 1578 года плащаница находится в итальянском соборе Сан-Джованни Батиста в Турине и ежегодно привлекает тысячи туристов. Для кого-то ценность религиозной иконы вопрос веры, а не науки. Но благодаря современным методам углеродного датирования ученые смогли доказать, что Туринская плащаница не могла быть настоящей погребальной плащаницы Иисуса. В Библии не указано, в каком именно году умер Иисус, но большинство ученых сходятся во мнении, что это был 33 год нашей эры. В 1988 году углеродное датирование показало, что Туринская плащаница была изготовлена в средние века. Судебно-медицинские эксперты также изучили образцы брызг крови на савани и пришли к выводу, что они были сделаны кем-то, кто сидел в нем в разных положениях, а не лежал на земле, как труп. Традиционно церкви и соборы, такие как Сан-Джованни Батиста, выставляли святые реликвии, якобы принадлежащие Иисусу, святым и другим важным религиозным деятелям. Эти святые реликвии были не просто объектами поклонения, но и приносили большие деньги, которые привлекали тысячи паломников, как и сегодня. Как и происхождение Туринской плащаницы, происхождение этих реликвий невозможно доказать. В последние годы Ватикан официально классифицировал Туринскую плащаницу как икону, а не как святую реликвию. 11. Похищение Карлины Уайт. 4 августа 1987 года Карлина Уайт, которую похитили в младенчестве, воссоединилась со своими биологическими родителями. Девочку, которой было всего 19 дней, доставили в Гарлемский госпиталь в Нью-Йорке. Страдая от инфекции и высокой температуры, Карлина была госпитализирована, а во время ранней утренней смены внезапно исчезла. Свидетели утверждали, что рядом с отделением интенсивной терапии, они видели женщину в костюме медсестры, однако система видеонаблюдения в больнице не работала, поэтому составить ее точное описание так и не смогли. Этот инцидент стал первым в истории Нью-Йорка похищением ребенка не родителями. За возвращение Карлины была назначена награда, но девочку так и не нашли. Родители подали в суд на больницу, выиграли дело и в конце концов расстались. Дело оставалось без внимания в течение десятилетий, и все это время, в течение следующих 23 лет, Карлина воспитывалась под новым именем, жительницей Коннектикута Нугета и Эн Питуэй. В конце концов Карлина заподозрила, что она совсем не похожа на Эн. Это подозрение усилилось, когда мать не смогла предоставить ей документы о рождении. Карлина начала изучать информацию в сети и наткнулась на свои детские фотографии. Она позвонила в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей и в 2000 году воссоединилась со своими настоящими родителями. Похитительница исчезла, а чуть позже сдалась полиции, признала себя виновной в похищении и была приговорена к 12 годам лишения свободы. 12. Существование Лох-Несского чудовища. На протяжении почти 1500 лет люди говорили о том, что видели огромное загадочное существо, живущее в Лох-Несе, пресноводном озере, недалеко от шотландского портового городка Инвернеса. Самое раннее упоминание об этом озерном чудовище восходит к биографии Святого Колумба, написанной в 565 году н.э. После этого сообщения о чудовище поступали довольно редко, а с 1933 года их число резко увеличилось, ведь вдоль берега Лох-Неса построили дорогу. Год спустя британский полковник медицинской службы Роберт Уилсон поделился известным снимком Лох-Несского чудовища, якобы в его естественной среде обитания и никоим образом не похожим на пластиковую игрушку динозавра в ванне. И хотя позже Уилсон признался, что фотография была поделкой, вера в легенду сохраняется и по сей день. По состоянию на 2023 год, четверть шотландцев считали Несси реальной, или по крайней мере, говорили социологу, что верят в ее существование. Некоторые полагают, что Лох-Несское чудовище это доисторический динозавр, который каким-то образом дожил до наших дней. Другие думают, что это криптит. За все время не было никаких конкретных доказательств существования монстра в Лох-Несе. Так почему же так много людей все еще в него верят? Как и во многих популярных мифах, дело не в том, что люди бредят или видят то, чего нет на самом деле, вероятнее всего, они видят какое-то существо и не понимают, что это такое. Скептики предположили, что то, что многие наблюдатели принимали за Несси, на самом деле было крупной рыбой, обитающей в этом районе, возможно это был сом, осетр или гренландская акула. В 2019 году группа исследователей из Новой Зеландии проанализировала образцы воды из озера Лох-Нес и изучила ДНК всех обнаруженных в ней типов живых организмов. И они не нашли доказательств присутствия динозавров, осетровых, сомов или акул. Не нашли они и ДНК ранее неизвестного организма. Зато они обнаружили много ДНК угря. Как и многие пресноводные озера в Европе, Лох-Нес это дом для европейского морского угря, вида, который нерестится в Саргасовом море, недалеко от Багамских островов, и мигрирует в европейские водоемы. Европейские угри могут вырастать до двух метров в длину и весить до 60 килограммов, что делает их самым вероятным претендентом на роль Несси. Если в Лох-Несси и живет более крупное животное, то оно не оставило после себя никакой ДНК. 13. Призрак летучего голландца. Почти с тех пор, как впервые появились парусные судна, моряки стали сообщать о том, что видели на горизонте таинственные плавучие объекты. Самым известным из них был летучий голландец, появление которого произошло где-то в 1600-х годах и продолжалось вплоть до 20 века. Описания очевидцев обычно содержали похожие детали. Призрачный корабль появлялся прямо над горизонтом и, казалось, освещался каким-то неземным светом. Происходило это обычно во время шторма. Моряки предположили, что этот корабль-призрак был бывшим голландским торговым судном, обреченным вечно бороздить просторы океана, и всякий раз, когда он появлялся перед живыми моряками, это было плохим предзнаменованием. Художественные произведения о кораблях-призраках помогли распространить эти легенды еще дальше. Рогби Вальтера Скотта, иней древнего мореплавателя Сэмюэля Тейлора Колледжа. Корабли-призраки – это лишь один из видов неземных объектов, которые замечали в море. В 1643 году священник иезуит Доменика Джардина сообщил, что видел парящий город над Месинским проливом, прямо над горизонтом. А в 1810 году картографы Яков Санников и Матвей Геденштрам сообщили, что видели плавающий массив суши среди Новосибирских островов. На самом деле сообщения о кораблях-призраках, городах-призраках и островах-призраках – это примеры распространенной оптической иллюзии под названием Фотоморгана. Термин отсылает к персонажу Морган Лефа и Волшебницы из легенды о короле Артуре, которая могла создавать завораживающие иллюзии. Фотоморгана возникает из-за того, как наши глаза воспринимают свет, когда он проходит через пространство с разной плотностью. На поверхности океана вода сохраняет воздух относительно прохладным. Выше этого слоя холодного воздуха находится еще один слой более теплого воздуха. Эти различия в температуре создают слои атмосферы с разной плотностью. Когда свет проходит через них, он преломляется или изгибается. Человеческий глаз предполагает, что свет, который он видит, движется по прямой линии, поэтому на расстоянии преломления может заставить объект на поверхности воды казаться над ней парящим. Скорее всего суеверные моряки видели настоящие корабли. Они просто выглядели так, будто зависли в воздухе. Миражи Фотоморганы достаточно убедительны, и мы можем поверить в сверхъестественное даже сейчас, когда знаем, в чем дело. В 2015 году жители Фошаня и Дзяньси сообщили, что видели в небе парящий город. И вновь это был лишь мираж. 14. Строительство египетских пирамид. Похоже, последователи теории заговора слишком уверены в инопланетянах. На самом деле они не помогали египтянам строить пирамиды, даже несмотря на то, что каменные блоки можно было едва сдвинуть с места. В 2014 году физики из Амстердамского университета развеяли слухи, проверив метод, обнаруженный на рисунке древней гробницы. Они определили, что египетские рабочие тащили массивные каменные блоки на своего рода санях. Поливая водой песок или скользкую глину в качестве смазки, рабочие уменьшали трение на своем пути и таким образом перетаскивали большие каменные блоки. 15. Секрет инской цивилизации, которая выжила в пустыне без реки. Инская цивилизация возникла, около 5000 лет назад, на территории нынешней северо-западной Индии и Пакистана. Ее представители выращивали хлопок и финики. Но что самое интересное, в каких-то инских городах даже был водопровод и действующая канализационная система. Ученые были сбиты с толку тем, как могла цивилизация процветать в пустыне без близлежащего источника реки. И хотя здесь когда-то была река, питаемая ледником, историки полагали, что цивилизация высохла, как и вода. Однако недавние исследования показали, что река высохла за 3000 лет до краха инской цивилизации. Между тем цивилизация полагалась на муссонные наводнения, глина удерживала грунтовые воды, которые использовали инды для того, чтобы прокормить свои посевы. 16. Настоящая личность Пола Франчака История Пола Франчака потрясла США, поскольку она стала вторым по продолжительности так называемым «холодным делом» в истории страны. А началась эта история без малого 60 лет назад, в апреле 1964 года. 26 апреля 1964 года, в теперь уже закрытом госпитале Чикаго родился мальчик, обычный здоровый малыш. Нормальные роды. Счастливый отец, отпечаток ножки новорожденного, поздравление от родных все как полагается. Счастливые родители Честер и Дора Франчак назвали сына Пол Джозеф. В тот же день, когда Пол родился, его отец сделал его первую фотографию. Как потом оказалось, на долгие годы единственную. 27 апреля в палату к маме и новорожденному вошла медсестра. Она сообщила Доре, что малыш должен быть осмотрен врачом. Забрала ребенка, вышла из палаты и исчезла. Всего через несколько минут после визита фальшивой медсестры, в палату к миссис Франчак вошел настоящий доктор и спросил ее, где малыш. Охрана на выходе из здания сказала, что ничем не примечательная женщина примерно 40 лет, просто вышла с малышом на улицу, села в такси и уехала. Два года спустя Дора и Честер Франчак получили звонок из полиции. 2 июля 1966 года, в одном из торговых центров Нью-Арка, штат Нью-Джерси, был найден ребенок, который был примерно одного возраста с их пропавшим сыном и даже чем-то похож на него. Детективы не утверждали, но предполагали, что мальчик может быть полом. Анализа ДНК тогда не было. Однако читав Франчак практически без колебаний, опознала ребенка и забрала его себе. Сначала им пришлось стать ему опекунами, потом пройти процедуру усыновления, как они думали, собственного ребенка. Когда возвращенному в семью Полу исполнилось 10 лет, он нашел вырезки газет, в которых рассказывалось о похищении. Мальчик искал что-то в подвале дома и наткнулся на целую коробку. Как потом он вспоминал, его мама очень рассердилась и расстроилась тому, что он узнал о себе. Родители попросили его больше никогда, с ними на эту тему не говорить. Пол сначала загордился, что пусть и невольно, но стал участником таких интересных событий. Но повзрослев, стал задумываться о том, что возможно его вернули семье Франчак по ошибке. Ведь он совсем не выглядел как его родители сербско-хорватского происхождения и другие родственники. Родители замечали, что он все меньше походит на членов семьи, поэтому они решили заказать тест ДНК. В 2012 году результаты теста показали, что ребенок не происходил из Франчаков и внезапно Пол понял, что он не знает, кто он такой. В конце концов Пол разузнал, что на самом деле его зовут Джек и что оба его родителя скончались. А еще Пол Джек узнал, что у него есть сестра-близнец Джилл, которая пропала без вести. После того, как агенты ФБР открыли дело Пола Джозефа Франчака заново и провели несколько лет в библиотеках и архивах, они смогли выйти на настоящего Пола. Того, кого украли в апреле 1964 года, оказалось, что настоящий Пол Джозеф живет около Мичигана. Его ДНК совпало с ДНК Доры. В настоящее время настоящий Пол Джозеф Франчак борется с раком. О том, что он был украден, он не знал. Другие подробности своей жизни он попросил не разглашать. Потому и неизвестно, вырастила ли его та самая фальшивая медсестра, которая украла, или она сделала это для кого-то еще. Неизвестно также, был ли у него отец, и если был, знал ли он откуда в семье появился ребенок. В общем, вопросов у общественности куда больше, чем ответов. И не факт, что настоящий Пол или его молчаливая мама когда-то на них ответит. 17. Таинственный череп звездного ребенка. Еще в 1999 году паранормалист и бывший магнум, писатель Ллойд Пай представил миру, деформированный череп, который он назвал доказательством внеземной жизни. Так называемый череп звездного ребенка имел увеличенный размер, сплюснутый затылок и отсутствие пазух. Пай также утверждал, что зубы черепа были изношены намного сильнее, чем у ребенка, и что он был сделан из органических материалов, предположительно неизвестных науке. Пай полагал, что череп принадлежал инопланетно-человеческому гибриду, мать-человек и отец-инопланетянин, напоминающему маленьких серых человечков, которых изображал писатель фантаст Уитли Стрибер и показывали в секретных материалах. Однако ученые, исследовавшие череп звездного ребенка, не согласились с Ллойдом Паем. Стоматолог, который изучал зубы черепа, пришел к выводу, что он принадлежал ребенку возрастом около пяти лет. Невролог обнаружил, что деформации черепа соответствуют врожденной гидроцефалии. А тесты ДНК показали, что останки ребенка были полностью человеческими, а не инопланетными. 18. Утерянная могила Ричарда III. Когда монастырь, в котором был похоронен Ричард III, был куплен частным предпринимателем, его могила была утеряна на века. Исследователи опасались, что труп мертвого короля исчез, но ученые не теряли надежды. В 2012 году им повезло, когда под парковкой в Лестере была найдена старая могила короля. Анализ ДНК показал, что кости действительно были давно утерянными останками Ричарда III. 19. Источник крови в кровавом водопаде. В 1911 году исследователь и географ Томас Гриффит Тейлор наткнулся на странное зрелище на краю ледника Тейлор в Восточной Антарктиде. Он увидел, как из ледника вытекает вода кроваво-красного цвета. Сначала ученые подумали, что всему виной какие-то водоросли, которые придают воде красноватый цвет. В конце концов они поняли, что причиной были оксиды железа, но почему оставалось загадкой более 100 лет. В 2017 году ученые, наконец обнаружили источник оксидов. Используя радиолокационный зонд, они смогли понять, что водопад был связан с богатым железом источником воды, заключенным под ледником. Считается, что источнику соленой воды более миллиона лет, что делает кровавый водопад очень странным и очень старым водопадом. 20. Причина слепоты Мэри Ингалс Если вы поклонник книги и сериала «Маленький домик в прериях», вы наверняка знаете, что реальная сестра автора Лоры Ингалс Уайлдер, Мэри, якобы ослепла от скарлатины в 14 лет. И хотя в детстве Мэри Ингалс действительно страдала от скарлатины, и это и правда может быть причиной слепоты, врачи считают, что это не случай Мэри. Доктор Бет Торини и ее команда обнаружили письмо, написанное дочери Лоры в 1937 году, в котором упоминалось о слепоте Мэри. А еще в нем было сказано о какой-то болезни позвоночника. Оказывается, врач проверил нервы в глазах Мэри, и они были парализованы. По мере того, как Бет Торини углублялась в тайну медицины, она нашла статьи из местной газеты, в которых говорилось, что в подростковом возрасте Мэри страдала от сильных головных болей и частичного паралича одной стороны лица. Исследователи пришли к выводу, что слепоту Мэри вызвала не скарлатина, а вирусный менингоэнцефалит. Заболевание вызывает воспаление головного и спинного мозга, и может стать причиной слепоты зрительных нервов. 21. Блуждающие огоньки из европейского фольклора. Европейский фольклор полон фантастических существ, от лепреконов до богартов и бабы-яги, и один из самых устойчивых народных мифов – блуждающий огонь. На протяжении всей истории люди сообщали о том, что видели таинственные мерцающие огни, плывущие над болотами в ночное время. Свидетели предполагали, что эти огни – ничто иное, как загадочные призраки, которые застряли где-то посередине и теперь блуждают по земле. Часто появление блуждающего огонька считалось плохим предзнаменованием. Хотя термин происходит из Великобритании, блуждающие огоньки появляются в разных культурах по всему миру. Так вот, скорее всего, все эти сообщения очевидцев – всего лишь наблюдения за болотным газом. Обычно, когда органическое вещество погибает, оно разлагается. Но в болотах безжизненное органическое вещество погружается в воду и разлагается под землей, не подвергаясь воздействию воздуха. В результате разложения образуется болотный газ, комбинация метана, углекислого газа, азота, фосфинов и других химикатов. Когда болотный газ попадает в воздух, он может самопроизвольно воспламениться и вызвать мерцающий эффект, что очень походит на блуждающие огоньки. 22. Секрет перемещения идолов на острове Пасхи. Вы, наверное, знаете каменные фигуры на фотографии. Это Маай, знаменитые идолы Рапануи или Пасхи. В них, по поверьям местных жителей, содержится сила предков. Статуи делают духов более дружелюбными, сохраняют плодородие земли и вообще делают много хорошего вы просто не замечаете. Долгое время для науки оставалось загадкой, как на самом деле народу Рапануи удалось сделать эти статуи. Выдолбить лицо из куска базальта не особое искусство, но как они добрались из каменоломен туда, где их предполагалось установить, было сделано много предложений. Например, островитяне могли перевозить статуи на деревянных санях, как египтяне использовали блоки для пирамид. Или свернуть, положив бревна по направлению движения. Или постепенно передвигать их, натягивая на себя большую деревянную рогатку. Были даже гипотезы о возможной помощи инопланетян. Однако раньше на острове было мало деревьев, и с дальнейшим развитием племен почти все они были вырублены, спровоцировав экологическую катастрофу. Так что особо выдающуюся строительную технику в тех условиях, собрать невозможно, даже если вы Леонардо да Винчи. Кроме того, в легендах пасхального народа, статуи сами приходили в нужное место и в вертикальном положении. И ученые все еще не понимали, как это сделать. Но исследователи Терри Хант и Карл Липа, вместе с небольшой командой, смогли переместить 10-тонную статую методом, который называется ходьба. Кстати, есть еще один способ перетащить статуи, просто перетащить, то есть волоком. Вождь туземного племени для наухих рассказал об этом, путешественнику Туру Хиердалу, еще в 1956 году. По его приказу люди на спор вырезали 12-тонную статую и перетащили ее на место в лежачем положении. На вопросы в духе, отчего ты мне раньше не говорил, как его двигать, вождь ответил, но раньше никто никогда не спрашивал, 23. Фильм о снежном человеке Паттерсона Гимлина. Вы, наверное, видели это изображение снежного человека из фильма Паттерсона Гимлина 1967 года, который был снят в Северной Калифорнии. Это самая известная видеозапись, которая якобы доказывает существование снежного человека. Однако книга Грега Лонга 2004 года доказала, что все это была мистификация, местный житель Боб Хиерономус рассказал Лонгу, что на нем был костюм. Однако эта злая шутка была проделана, не из злых побуждений. Несмотря на то, что Роджер Паттерсон никогда не платил никому, кто работал над фильмом, и против него предъявлялись обвинения, по которым он должен был вернуть свою камеру назад, он снял фильм ради того, чтобы обеспечить свою семью, поскольку в то время болел раком. 24. Вред следов от самолетов. В теориях заговора, связанных со здоровьем, нет ничего нового. Одна из них посвящена химтрейлам следам, которые оставляют самолеты. Кто-то считает, что правительство тайно сбрасывает на население химические вещества, используя выхлопные газы реактивных двигателей. Кто-то, что химические следы контролируют погоду. Кто-то, что правительство использует химтрейлы, чтобы проверять степень вредности определенных веществ. Ну а другие думают, что это способ отсеять больных и немощных. Есть также те, кто воспринимают следы как форму контроля над разумом, или даже метод массовой стерилизации. Однако химтрейлы на самом деле называют инверсионными следами, и это просто горячий воздух и водяной пар от реактивного двигателя, который замерзает при контакте с очень холодными верхними слоями атмосферы Земли. Как и любой выхлоп двигателя, инверсионные следы не совсем безвредны. Они содержат углекислый газ, оксиды азота, частицы сульфата и аморфный углерод, продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов в неконтролируемых условиях, все формы загрязнения, которые способствуют изменению климата. Но нет никаких доказательств того, что инверсионные следы когда-либо содержали какие-то необычные химические вещества. Даже если бы это было так, любые химические вещества, выпущенные на таких больших высотах, разносились бы ветром. Так что если теневые и подпольные организации действительно планировали отравить людей, химтрейлы были бы наименее эффективным способом это сделать. 25. Потерянный корабль Христофора Колумба Санта-Мария В 1492 году корабль Христофора Колумба Санта-Мария сел на мель возле хати. Колумб зафиксировал местонахождение обломков корабля в своем дневнике, после чего его долгие годы безуспешно искали историки. Все изменилось в 2003 году, когда группа археологов во главе с Барри Клиффордом, наконец нашла потерянное судно. После открытия прошли годы, прежде чем исследования подтвердили, что это и правда Санта-Мария. В 2014 году все улики, в том числе описание корабля Колумбом, старая пушка и сами обломки, привели Клиффорда к выводу, что перед ним тот самый корабль. 26. Существование йети. На протяжении тысячелетий местные жители и туристы Гималаев были убеждены, что Гималай – дом для загадочного двуногого обезьяноподобного существа, под названием йети, точно так же, как жители Тихоокеанского северо-запада верили в сосквоче. Истории о йети восходят к культуре народа лепче в современном Бутане, и Непале и существуют и в наши дни. Но у человека никогда не было конкретных доказательств существования йети живого образца или трупа. Все, что смогли предложить лучшие энтузиасты йети, это следы или образцы сомнительного происхождения. В 2016 году съемочная группа одного из документальных фильмов собрала некоторые из образцов йети и попросила исследовать их группу биологов из университета Буффало. Команда изучила коллекцию волос, костей, кожи и экскрементов, но анализ ДНК показал, что образцы в основном принадлежали гималайским бурым или черным медведям. Как и в случае с лохнэским чудовищем, люди скорее всего ошибочно принимали относительно частое наблюдение животных за что-то фантастическое. Тот факт, что так много культур по всему миру сообщают о том, что видели криптидов, как йети, означает одно, короткие встречи с высшими хищниками могут сбить с толку практически любого. 27. Причина великого картофельного голода Великий картофельный голод имел разрушительные последствия для Ирландии в середине 1800-х годов и привел к гибели одного миллиона человек. Ученые пришли к выводу, что причиной массового голода стал фитофтороз картофеля. Но лишь недавно им удалось понять, какой именно штамм возбудителя его вызвал. «Мы наконец обнаружили штамм, который вызвал весь этот хаос», рассказал соавтор исследования Эрнан Бурбана. В ходе исследования смертельный штамм был назван Херп-1, и его открытие стало результатом работы над 11 историческими образцами картофельных листьев, собранных по всей Европе и Северной Америке около 150 лет назад. Считается, что Херп-1 возник не в Ирландии, а в Мексике до того, как прибыл в европейские порты. 28. Тайна теплохода Оранг-Медана Далеко не все рассказы, которые вы слышите, являются правдой. В 1952 году береговая охрана США опубликовала статью, со ссылкой на голландско-индонезийскую газету, в которой сообщалось о двух американских кораблях, получивших сигнал бедствия с теплохода Оранг-Медан на азбуке Морзе. Капитан и все офицеры лежат мертвые в кубрике и на мостике. Возможно, вся команда мертва. После сигнала к Оранг-Медану направился один из американских кораблей «Силверстар». Спасатели действительно обнаружили всю команду мертвой, с разинутыми от страха ртами и уставившимися в небо глазами. При этом само судно повреждено не было. Из-за внезапного подозрительного дыма команде, пришлось вернуться на «Силверстар», после чего на Оранг-Медане вспыхнул пожар, и теплоход затонул. Во всей этой истории была одна загвоздка, Оранга-Медана вообще не существовало. Нет никаких записей об этом теплоходе. Ни в одной стране нет регистрационной записи для судна под таким названием. Более того, судовые журналы «Силверстар» также не содержат записей о подобных попытках спасения. Выходит, существование теплохода Оранг-Медан еще один миф. 29. Кровавый дождь в Кирале. Летом 2001 года в индийском штате Кирала в течение двух месяцев шел кроваво-красный дождь. И это был далеко не первый случай, первые задокументированные кровавые осадки датируются 1818 годом. Естественно, таинственный дождь захватил воображение многих людей. Однако настоящая причина цвета была весьма приземленной. Красный цвет дождя был вызван переносящимися по воздуху спорами местных зеленых водорослей. 30. Дождь из лягушек и рыб. Дождю из лягушек и рыб есть вполне рациональное объяснение. На протяжении сотен лет и ученые, и сторонние наблюдатели писали о полчищах лягушек и рыб, которые падали с неба. Инциденты датируются еще первым веком нашей эры. Тогда римский натуралист Плиний Старший задокументировал странные штормы из животных. Продолжаются они и в наше время. Последний подобный инцидент был зафиксирован в январе 2016 года в Эфиопии. Объяснение дождей из животных традиционно связано с водяными смерчами, которые поднимают их из океанов и озер, а потом выбрасывают в глубине суши. Несмотря на ряд научных факторов, делающих такой дождь маловероятным, в конце концов, почему выпадают только животные одного вида, это было общепринятым объяснением. Однако недавно появилась еще одна гипотеза, которая связывает появление рыб на земле с их миграцией, якобы такие виды, как самы, могут ползти по земной поверхности, чтобы перебраться от одного водоема к другому. 31. Как жирафы могут стоять на таких тонких ногах? Вес жирафа может достигать одной тонны. Но для такого размера у жирафов невероятно тонкие кости ног. Тем не менее, эти кости не ломаются. Чтобы узнать почему, исследователи из Королевского ветеринарного колледжа проверили кости конечностей жирафов, подаренные им зоопарками Евросоюза. Эти были конечности жирафов, умерших естественной смертью. Исследователи установили кости в специальную раму, а затем закрепили на них вес в 250 кг, чтобы сымитировать вес животного. Каждая кость была стабильна, и никаких признаков перелома не наблюдалось. Далее выяснилось, что кости могут нести на себе еще больший вес. Причина оказалась в фиброзной ткани, которая находится в особом пазу, по всей длине костей жирафа. Кости ног жирафа, немного похожи на плесневые кости в человеческих стопах. Однако у жирафа эти кости намного длиннее. Сама по себе фиброзная связка в кости жирафа, не создает никакого усилия. Она обеспечивает лишь пассивную поддержку, потому что достаточно эластична, хотя это и не мышечная ткань. Это, в свою очередь, уменьшает усталость животного, поскольку ему не нужно слишком интенсивно использовать собственные мышцы для перемещения своего веса. Также фиброзная ткань защищает ноги жирафов и предотвращает переломы. 32. Поющие песчаные дюны. В мире существует 35 песчаных дюн, издающих громкий звук, который немного напоминает низкий звук виолончели. Звук может длиться 15 минут и может быть слышен на расстоянии в 10 километров. Некоторые дюны поют лишь изредка, некоторые каждый день. Это происходит, когда песчинки по поверхности дюн начинают соскальзывать вниз. Сначала исследователи думали, что причина звука колебания в песчаных слоях, находящихся близко к поверхности дюны. Но потом обнаружилось, что звук дюн можно воссоздать в лаборатории, просто позволяя песку скользить вниз по наклонной поверхности. Это доказало, что поет песок, а не дюны. Звук возникал из-за вибрации самих песчинок, когда они каскадом соскальзывали вниз. Потом исследователи постарались узнать, почему некоторые дюны воспроизводят несколько тонов одновременно. Для этого они изучили песок с двух дюн, одна из которых находилась в восточном Амане, а другая на юго-западе Марокко. Марокканский песок производил звук с частотой примерно в 105 Гц, что было похоже на соль диез. Песок из Амана мог производить звук широкого диапазона, в который входило 9 тонов, от фа диез даре. Частоты звука были в диапазоне от 90 Гц до 150 Гц. Было установлено, что высота тона зависит от размера песчинок. Песчинки из Марокко были размером примерно от 150 микрометров до 170 микрометров и всегда звучали как соль диез. Песчинки из Амана были размером от 150 до 310 микрометров, потому их диапазон звучания состоял из 9 тонов. Когда ученые рассортировали песчинки из Амана по размерам, они начали звучать на одной частоте и воспроизводили всего 1 тонн. Скорость движения песка тоже важный фактор. Когда песчинки примерно одинаковы по размеру, они перемещаются примерно на одинаковое расстояние с одинаковой скоростью. Если песчинки отличаются по размеру, они перемещаются с различными скоростями, в результате чего могут воспроизводить более широкий диапазон тонов. 33. Голубиный Бермудский треугольник. Эта загадка появилась в 60-х годах, когда профессор Корнельского университета, изучал замечательную способность голубей находить дорогу, домой из мест, в которых они ранее не были. Он выпускал голубей из различных мест, по всему штату Нью-Йорк. Все голуби возвращались домой, кроме одного, которого выпустили в Джерси-Хилл. Голуби, выпущенные там, почти каждый раз терялись. 13 августа 1969 года эти голуби наконец нашли путь, домой из Джерси-Хилл, но казалось, они были дезориентированы и летали вокруг совершенно хаотично. Профессор так и не смог объяснить, почему это произошло. Доктор Джонатан Хакструм из геологической службы США полагает, что ему возможно удалось раскрыть эту тайну, хотя его теория является достаточно спорной. Он сказал, птицы осуществляют свою навигацию, используя компас и карту. Компасом, как правило, служит положение Солнца, либо магнитное поле Земли. А звук они используют в качестве карты. И все это говорит им, насколько далеко они находятся от дома. Хакструм считает, что голуби используют инфразвук, то есть звук очень низкой частоты, которой человеческое ухо не слышит. Птицы могут использовать инфразвук, который может генерироваться, к примеру, океанскими волнами или небольшими вибрациями на поверхности Земли, в качестве приводного радиомаяка. Когда птицы терялись в Джерси-Хилл, температура воздуха и ветер заставляли инфразвуковой сигнал распространяться высоко в атмосфере, и голуби не слышали его около поверхности Земли. Однако 13 августа 1969 года температура и ветровые условия были отличными. Таким образом голуби смогли услышать инфразвук и нашли дорогу домой. 34. Уникальное происхождение единственного австралийского вулкана. В Австралии есть только один вулканический район, который простирается на 500 километров, от Мельбурна до горы Гамбир. За последние 4 миллиона лет там наблюдалось около 400 вулканических явлений, а последнее извержение было около 5000 лет назад. Ученые не могли понять, что же вызывало все эти извержения в регионе мира, в котором не наблюдается почти никакой другой вулканической активности. Сейчас исследователи раскрыли эту тайну. Большинство вулканов на нашей планете располагаются у краев тектонических плит, которые постоянно перемещаются на небольшое расстояние, примерно несколько сантиметров в год, по поверхности земной мантии. Но в Австралии изменения в толщине континента привели к уникальным условиям, при которых тепло из мантии идет к поверхности. В сочетании с дрейфом Австралии на север, она проходит примерно по 7 сантиметров ежегодно. Это привело к тому, что на континенте возникла горячая точка, создающая магну. Есть еще порядка 50 таких же изолированных вулканических районов по всему миру, и возникновения некоторых из них мы в настоящее время объяснить не можем, сказал Родрид Дэвис из Национального университета Австралии. 35. Рыба, живущая в загрязненной воде. С 1940 года по 1970 год заводы сбрасывали отходы, содержащие полихлорированные бифенилы, ПХБ, прямо в гавань Нью-Бетфорд в штате Массачусетс. В конце концов Агентство по охране окружающей среды объявило эту гавань зоной экологического бедствия, потому что уровень ПХБ там многократно превысил все допустимые нормы. А еще эта гавань служит домом для одной биологической загадки, которая, по словам исследователей, наконец-то разгадана. Несмотря на серьезное токсичное загрязнение, рыбка под названием Атлантический фундулюс продолжает жить и процветать в гавани Нью-Бетфорд. Эти рыбки остаются в гавани на протяжении всей своей жизни. Обычно, когда рыба переваривает ПХБ, токсины, содержащиеся в этом веществе, под действием метаболизма рыбы становится еще опаснее. Но фундулюс смог генетически приспособиться к яду, и в результате токсины в его организме не возникают. Рыбка полностью адаптировалась к загрязнению, однако некоторые ученые полагают, что эти генетические изменения могут сделать фундулюса, более восприимчивым к воздействию других химических веществ. Кроме того, возможно, что рыбки просто не смогут жить в нормальной, чистой воде, если гавань когда-нибудь очистится от загрязнения. 36. Как возникли подводные волны. Подводные волны, также называемые внутренними волнами, находятся под поверхностью океана и скрыты от наших глаз. Они поднимают поверхность океана всего на несколько сантиметров, потому их крайне непросто обнаружить, и помочь тут могут лишь спутники. Самые большие внутренние волны возникают в проливе Лусон, между Филиппинами и Тайванем. Они могут подниматься на 170 метров и преодолевают большие расстояния, перемещаясь за секунду лишь на несколько сантиметров. Специалисты считают, что мы должны понять, как возникают эти волны, так как они могут быть важным фактором глобального изменения климата. Вода внутренних волн холодная и соленая. Она перемешивается с водой волн поверхностных, более теплой и не такой соленой. Внутренние волны переносят через океан большие объемы соли, тепла и питательных веществ. Именно с их помощью тепло передается от поверхности океана к его глубинам. Исследователи давно хотели понять, как возникают огромные внутренние волны в проливе Лусон. Их трудно увидеть в океане, однако приборы могут обнаружить разницу в плотности между внутренней волной и водой, которая ее окружает. Специалисты для начала решили смоделировать процесс возникновения волн в 15-метровом резервуаре. Получить внутренние волны удалось, подав под давлением поток холодной воды на два горных хребта, находящихся на дне резервуара. Так что кажется, что огромные внутренние волны возникают из-за цепочки горных хребтов, находящихся на дне пролива. 37. Зачем зебрам полоски? Есть много теорий о том, почему зебры полосатые. Некоторые считают, что полоски играют роль камуфляжа, либо это такой способ запутать хищников. Другие полагают, что полоски помогают зебре регулировать температуру своего тела или выбирать себе пару. Ученые из Калифорнийского университета решили найти ответ на этот вопрос. Они изучили, где живут все виды и подвиды зебр, лошадей и ослов. Они собрали массу информации о цвете, размере и расположении полосок на телах зебр. Затем они нанесли на карту ареалы обитания мухи ЦЦ, слепнее и оленьих мух. Потом они учли еще несколько переменных и, наконец, провели статистический анализ. И у них появился ответ. Тим Каро, исследователь, я был поражен нашими результатами. Снова и снова полоски на теле животных наблюдались в тех регионах планеты, где было больше всего проблем, связанных с укусами мух. Зебры больше страдают от укусов мух, поскольку волосы у них короче, чем у тех же лошадей, к примеру. Кровососущие насекомые могут переносить смертельные болезни, так что зебрам нужно избегать этого риска, любым доступным способом. Другие ученые из Университета Швеции обнаружили, что мухи избегают садиться на зебру, потому что полоски у нее правильной ширины. Если бы полоски были шире, то зебра не была бы защищена. Исследование показало, что мух больше всего привлекают черные поверхности, меньше привлекают белые поверхности, и наименьшую привлекательность для них имеет полосатая поверхность. 38. Массовое вымирание 90% видов Земли. 252 миллиона лет назад около 90% видов животных на нашей планете, было уничтожено. Этот период также известен как Великое вымирание, и считается самым массовым вымиранием на Земле. Это словно древний детективный роман, подозреваемые в котором были самые разные, от вулканов до астероидов. Но оказалось, что рассмотреть убийцу можно только в микроскоп. По версии исследователей из MIT, виновником вымирания был одноклеточный микроорганизм под названием мосоносорсина, который потребляет соединение углерода, образуя метан. Этот микроб существует и сегодня на мусорных свалках, в нефтяных скважинах и в кишечнике коров. А в пермском периоде, полагают ученые, мосоносорсина пережила генетическое преобразование из бактерии, что позволило мосоносорсина обрабатывать ацетат. Как только это произошло, микроб стал способен потреблять кучу органических веществ, содержащих ацетат, и находящихся на дне океана. Популяция микробов буквально взорвалась, извергая в атмосферу огромное количество метана, и окисляя океан. Большинство растений и животных на суше погибли, вместе с рыбами и моллюсками в океане. Но чтобы размножаться в таком диком темпе, микробам потребовался бы никель. Проведя анализ донных отложений, исследователи предположили, что вулканы, действовавшие на территории нынешней Сибири, извергали большие объемы никеля, необходимого микробам. 39. Происхождение океанов Земли. Вода покрывает около 70% поверхности нашей планеты. Раньше ученые думали, что на момент возникновения Земли воды на ней не было, а ее поверхность была расплавлена из-за столкновений с различными космическими телами. Считалось, что вода появилась на планете гораздо позже, в результате столкновений с астероидами и влажными кометами. Однако новое исследование показывает, что вода была на поверхности Земли еще на этапе ее формирования. То же самое может быть верно и для других планет Солнечной системы. Чтобы определить, когда вода попала на Землю, исследователи сравнили две группы метеоритов. Первой группой были углеродистые хондриты, самые древние метеориты из когда-либо обнаруженных. Появились они примерно в то же время, что и наши Солнцы, еще до того как возникли планеты Солнечной системы. Вторая группа – это метеориты, прилетевшие от Весты, крупного астероида, который сформировался в тот же самый период, что и Земля, то есть примерно через 14 миллионов лет после рождения Солнечной системы. Эти два типа метеоритов имеют один и тот же химический состав и содержат много воды. По этой причине исследователи считают, что Земля образовалась с водой на поверхности, занесенной туда углеродистыми хондритами, около 4,6 миллиарда лет назад. 40. Зачем нужен антикитерский механизм? 4 апреля 1900 года капитан Димитриас Контас и его команда охотников за губками, как обычно, отправились ловить рыбу у берегов своей родной Греции. Эти ребята зарабатывали деньги, ловя родственников губки Боба, чтобы использовать их по прямому назначению для мытья посуды и купания. Да, пока не были изобретены синтетические губки, для этой цели использовались живые существа. Один из дайверов случайно обнаружил затонувшее римское грузовое судно античной эпохи. По-видимому, он вез захваченные греческие сокровища в Рим для традиционного триумфального парада, но не достиг цели. На борту находились великолепные бронзовые и мраморные статуи, бронзовая лира, золотые украшения, керамика, серебряные монеты и другие товары. Вероятно, римляне, которым все это не досталось, были расстроены. Но самой интересной находкой был знаменитый антикитерский механизм. Это был деревянный футляр с тремя дюжинами бронзовых шестеренок и циферблатов на передней панели. На одной из панелей было что-то написано, вероятно, руководство пользователя, это устройство вызвало немалый шок в научном мире, так как считалось, что ничего сравнимого по сложности человечество не изобретало до XIII века, именно тогда были созданы механические часы. Никто не подозревал, что греки способны на такое. Долгое время наука не могла дать четкого ответа на то, для чего собственно предназначалось это устройство. Было высказано предположение, что это часы, аналоговый арифмометр, астролябия или даже первый компьютер в истории. Однако сотрудники Университетского колледжа Лондона все же расшифровали принцип действия механизма, осветив его рентгеновскими лучами и даже создали рабочую модель. Они выяснили, что это устройство было приспособлено для определения положения Солнца, фаз Луны и времени солнечных и лунных затмений. Он должен был установить даты Олимпийских игр, а также наайских, пифийских, немейских и истмейских игр. В общем такой механический календарь для спортсменов, чтобы они точно знали, в какой день боги благословили их на бег. 41. Что такое инопланетяне скайфиши и плазмоидные шары? Хосе Искамилье, житель американского штата Нью-Мексико, страстно любил НЛО и хотел найти их любой ценой. Он почти сделал это. В 1994 году Хосе запечатлел на камеру продолговатые светящиеся стержни с мерцающей бахромой, похожей на кайму. Искамилье заявил, что объекты его наблюдения демонстрируют сложное поведение и зачатки интеллекта. Благодаря своему открытию он стал знаменитым. Тысячи криптозоологов и уфологов по всему миру начали обнаруживать подобные штуковины в своих изображениях. Их окрестили розгами, от английского. Удочки, или скайфиш, от английского скайфиш воздушная рыба. Некоторые сторонники альтернативной науки предположили, что это неизвестная форма жизни, в то время как другие приписывали все деятельности старых добрых инопланетян. Реальность была немного прозаичнее. Писатель Роберт Тодд Кэрол и энтомолог Дук Енега быстро нашли решение этого явления. Это мотыльки, попавшие в объектив, сфотографированные с длительной выдержкой. Из-за этого быстро летящие насекомые растягиваются в линию на изображении. Вот и весь феномен, так называемые шары или плазмоиды, которые регулярно появляются на изображениях, имеют аналогичное объяснение. Иногда их видели как неизвестных живых существ, или как призраков, или как ангелов, или как других астральных существ. Хотя на самом деле, это всего лишь преломляющие свет частицы пыли или влаги, плавающие в воздухе, снятые не в фокусе. 42. Почему люди сгорают на ровном месте? Есть такое явление самовозгорания человека. Явление известно с 1600-х годов. Человек жил спокойно, а потом бац и сгорел. Естественно, тогда все это объяснялось происками дьявола. Позже, начиная с 16 века, человечество стало пытаться найти более рациональное объяснение, якобы спонтанно вспыхивали только пьяницы, которые к тому же курили. Ткани организма пропитаны спиртом, так что вот механизм воспламенения. Есть и другие возможные объяснения, столкновение с шаровой молнией, статическое электричество. Теперь подумайте три раза, прежде чем надеть этот блестящий свитер. Очень секретная субатомная частица пиротона, как бозон Хиггса, но еще более незаметная, или даже кишечные бактерии, которые образовали слишком много газа. Фрейдисты обычно подозревали, что жертвы сгорали от желания. Даже Чарльз Диккенс писал об этом явлении в своем романе «Мрачный дом». Ужасно, не правда ли? Но в целом жечь человека это все равно проблема. Люди на 60% жидкие, вы знаете, и создание существ, которые влажно горят, довольно сложная задача. То, что нам показывают в фильмах и играх вытыкаете факелом в человека, и он сразу же вспыхивает, очень маловероятно. Если, конечно, пострадавший заранее не обольется керосином. Исследователь и активист по борьбе с заблуждениями Джо Никелл, изучил несколько десятков документированных случаев самовозгорания, и пришел к выводу, что в них нет абсолютно ничего паранормального. На самом деле большинство жертв либо спали, либо злоупотребляли алкоголем, либо были пожилыми людьми с ограниченной подвижностью. В момент смерти они находились рядом с огнем, свечами и каминами или курили. Так что самовозгорания не было, просто загоралась одежда жертвы, а он не смог ее потушить. 43. Кладбище китов в Чили. В чилийской пустыне Атакама было найдено огромное кладбище китов. Ученые долго ломали голову над тем, что повлекло столь массовое выбрасывание гигантов на берег. Позже выяснилось, что останки принадлежат нескольким временным промежуткам, первый из которых случился около 20 тысяч лет назад, а смерть животных повлекло цветение токсичных водорослей. 44. Астронавт Саламанки. Фигура современного космонавта, высеченная на фасаде входа в собор Саламанки, в Испании, выделяется на фоне остальных и впечатляет каждого проходящего мимо. Это потому что церковь в стиле барокко и готики была построена между 1513 и 1733 годами. Фигура расположена на колонии у входа в новый собор, изображая космонавта в сапогах, шлеме и чем-то вроде дыхательной системы на груди. Но как кто-то мог так идеально вылепить астронавта задолго до того, как он появился на самом деле? Изображение породило несколько теорий, связанных с путешествиями во времени или сверхъестественными событиями в качестве форм объяснения. Однако у загадочного астронавта из собора Саламанки, похоже, есть очень простое объяснение. Судя по всему, это должно было произойти совсем недавно, когда в 1992 году собор реставрировали, то дополнили украшения древних памятников. И астронавт в Пуэрто-де-Рамос был не единственным дополнением. Недалеко от астронавта можно увидеть дракона, поедающего рожок мороженого. 45. Таинственные заметки в копии Одиссеи. На страницах копии древнегреческой поэмы Одиссея, которой более 500 лет, были обнаружены рукописные пометки, сделанные на неизвестном языке. Итальянцы Даниэля Метили и Джулия Осета смогли установить, что записки сделаны в особой форме стенографии, которую изобрел Жан Кулон де Тевина. Расшифровка стала возможна только благодаря современным технологиям и полному доступу к данным, ведь форма стенографии была невероятно редкой. Впрочем, сама стенография оказалась куда интереснее записок, в них оказался обычный перевод с греческого. 46. Пропавшая экспедиция Франклина. Экспедиция по освоению Арктики, проходившая под руководством сэра Джона Франклина в 1845 году. Будучи офицером Королевского военно-морского флота и опытным исследователем, он участвовал в трех арктических предприятиях, в двух из них в качестве командира. В возрасте 59 лет Франклин предпринял свою четвертую экспедицию. Ее целью были исследования неизвестной части северо-западного прохода и завершение его открытия. Однако экспедиция на двух судах, со 129 членами экипажа, включая самого Франклина, пропала. После того, как судьба кораблей «Эребус и террор» оставалась тайной, в течение 170 лет, она в итоге была раскрыта учеными. Эти два корабля были потеряны в 1846 году в Арктике, около острова Кинг-Уильям. Основываясь на показаниях членов племени эскимосов того времени, а также на обнаруженных наземных могилах экипажа, можно было с уверенностью предположить, что корабли потонули, так как оказались в ловушке во льду. Тем не менее, никто не знал, до сентября 2014 года, где именно они были, поисковая экспедиция состояла из пяти судов, оборудованных сонарами. Фотоснимки находки, обнаруженной на глубине 11 метров, были сделаны с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. В дальнейшем был поднят судовой колокол, пушка, исследованы каюты Эребуса. 47. Потерянная армия Камбиса 2. В 524 году до н.э. армия царя Камбиса 2 выдвинулась в военный поход на Эфиопов. Пятидесятитысячное войско царь отправил завоевывать оазисы, но все воины бесследно исчезли, из-за чего это событие стало считаться легендой. И только недавно итальянские ученые Анджелы и Альфредо Кастильони смогли найти останки армии древнеперсидского царя Камбиса 2 и за 13 лет работы доказать, что знаменитый поход не был легендой, а воины не испарились, а погибли в песчаной буре. 48. Голова Башема. Современные технологии шагнули так далеко, что ученым теперь удается идентифицировать самые спорные находки. Так случилось и с головой Башема, которая была найдена в округе Чечестера, Англия и две сотни лет оставалась безымянной из-за плохого состояния. Лазерное сканирование помогло определить, что 170-килограммовая голова принадлежала величественной статуе императора Трояна. Сейчас считается, что статуя приветствовала путешественников в гавани Чечестера, а сама голова признана одной из главных реликвий периода Римской Британии. 49. Пропавший экипаж Марии Целесты. Мария Целеста – знаменитый корабль-призрак, найденный в 1872 году близ Азорских островов без экипажа на борту и без каких-либо повреждений. Недавно химик Андрея Села провела эксперимент, который смог объяснить феномен. На корабле находилось около 1700 бочек спирта-сырца, который стал причиной невидимого взрыва. Во время него заволновали огня, проходит волна холодного воздуха, отчего не возникает пожар и не остается сажа. А экипаж мог покинуть судно в панике и погибнуть уже на шлюпке. 50. Древнеегипетский вертолет, абидосские иероглифы в храме Осириса, наделали немало шума. Все дело в том, что зрители усмотрели в них вертолет, танк и даже самолет. Это вызвало немало теорий о тайных знаниях древних египтян, предсказания будущего и даже контактах с инопланетянами. Но все оказалось куда более прозаично. Ученые смогли восстановить исходные иероглифы и доказать, что нынешнее подправило время и естественное разрушение. А вертолет и другую технику мы видим из-за особенности мозга, которая позволяет находить знакомые символы в бессмысленном наборе линий. Вот такими у нас получились 50 тайн мира, которые наконец раскрыты наукой. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал книги, истории, факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом.